На маршруте 18А Петербург-Гатчина новая машина отличается прежде всего цветом. Вместо обычного белого автобуса к остановке подходит серебристый. Но для пассажиров это только начало. Конструкция машины серьезно переработана. Вояж длиннее других отечественных междугородних автобусов аналогичного класса на полметра. За счет этого в салоне с комфортом могут разместиться 53 пассажира. Для них установлены мягкие удобные кресла с ремнями безопасности. Есть даже специальная подставка для ног. Прохладу в летнюю жару и тепло в морозы обеспечит климат-контроль. Ознащен автобус и телевизорами, а багажные отсеки значительно увеличены. Этот автобус позиционируется как новый шаг вперед по улучшению качества обслуживания пассажиров и соответствует всем нормам международного требования. Он будет обслуживать не только маршруты северо-западных, но и других регионов. Завод-производитель нового автобуса не случайно доверил его испытания Гачинскому автобусному парку компании «Питер Авто». Сегодня «Трансбалт» – одно из ведущих предприятий на северо-западе. Автопарк оснащен всем необходимым для обслуживания современной техники. Это и прогрессивное ремонтное оборудование, и мойка европейского класса для автобусов. Славятся предприятия и своими опытными сотрудниками. К слову, в Гачине уже готовы работать с такой техникой. Сами водители новинкой довольны. Говорят, что «Вояж» хорошо управляется. Ход более плавный, чем у предшественников. Кроме того, машина более экономичная. Расход топлива снижен на 10%. Машина довольно-таки надежная, потому что собрана на базе «Скани», а это уже имя. То есть, ездим довольно-таки спокойно. Плюс новый автобус, пока пробуем. Очень довольны, будем так говорить. Пассажиры, надеюсь, тоже. Конечно, жители Гачины уже по достоинству оценили преимущества новой техники. Пока до Петербурга находится в тестовой эксплуатации. На сегодняшний момент машина прошла уже 26 тысяч километров. Ее планируют тестировать и дальше. К тому же сейчас все еще ведется совместная работа со специалистами из Швеции по модернизации автобуса. После этого компания «Петеравто» примет решение об объемах закупок новой техники. Из уст руководства уже звучат предварительные цифры – 30 единиц в этом году и 100 в следующем. Понятно, что новые машины будут дороже, чем прежние модели, пока стоимость достигает 6,5 миллионов рублей. Однако пассажиры могут не беспокоиться, на цене билета это не скажется.